Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Войенизированные группировки. Сейчас Элькариста будет выставлен вам 24 декабря. Пожалуйста, убедитесь, что к этому дню у вас значит, что будет 8000, а у нас уже 9. Короче, мы не пропадем. Джилл немножко умилилась от плаката той игры. Приятного дня. Джилл молчит. Сдайте. Не, я все равно. А у нее нет никаких желаний, типа. Новости мы уже читали, так что давайте на работу, я думаю. Что делать будем? Настройки. А на новости она как-то будет реагировать? Анисируем второй концерт Керемики, но, кажется, мы это все читали. Ну вот, ладно. Мы, кажется, это все читали, так что вот вам. Я сейчас про листа, потому что, как я понял, мы это все читали, мы каждый раз именно так в конце читаем новости, и оставляем все на второй день. Так что вот вам статья. Вот, нате, вам первую часть. Вот так спускаемся потихоньку. Делайте паузу и смотрите. Так, новый закон ужесточить слежку. Еще больше нано-машин просто поднимают шумиху для отвода глаз. Да, блин, мне кажется, в вашем мире тут реально шутки про нано-машины нифига не шутки. Ну, блин. На вопрос о возможных негативных последствиях данного законопроекта Квинси отвечает, отвечать отказался. Так. Так, я вернулся, извините. Пришло, кстати. Так, ладно, мы не читали это, так что будем читать теперь. Джилл, молочина. Анонсирован второй концерт Керемики, Лана Смит. Фанаты знаменитой кибер-дивы Керемики сейчас на седьмом небе от счастья, ведь только что был анонсирован ее второй концерт в спорткомплексе Серебряный Гром в Глич-Сити. Я так рада остаться у вас подольше, поделилась с нами эмоциями в поп-звездовое время интервью. Билеты уже поступили в продажу, однако велик шанс того, что они пока не окажутся распроданы буквально за несколько минут. Так что успейте занять лучшие места. Билеты можно взять в следующих точках продаж. Тикет-лорд и Айдл-Хелл. На идолы. Вся эта ситуация с тем, как их выращивают, буквально выращивают для их деятельности новый закон ожесточает слежку. За людьми. Новый же закон ужесточит слежку за людьми. Лана Смит. Наномашины уже и так позволяют круглосуточно отслеживать нас, однако в связи с недавними жестокими протестами, премьер-министр Квинси предлагает принять новый закон, который позволит правительству с помощью специального импульса отключать любого, в чьем теле есть наномашины. Много людей погибло в ходе протестов, но этого можно было бы избежать, будь у нас усиленный контроль над массами. Завел Квинси во время заседания парламента. У нас есть технологии, позволяющие просто лишать сознания нарушителей закона. Это нелегальный способ разрешения подобных конфликтов, и совершенно здравым решением было бы применить его в текущей обстановке. На вопрос о возможных негативных последствиях данного законопроекта Квинси отвечать отказался. Сын Америки 66 возвращается, чтобы сразиться за титул чемпиона с гигантом Юсуки. Хотелось бы мне знать больше о рестлинге, звучит так захватывающе. Ну конечно понятно, что твой босс бывший рестлер. Лана спит. Хоть гигант Юсуки и выиграл пояс чемпиона GSF, публика его все больше и больше ненавидит. Претенденты один за другим пытались отобрать титул у несокрушимого здоровяка, но все они были повержены, причем довольно жестоко. Сын Америки 66 удивил мир GSF возвращением на ринг почти на 4 месяца раньше запланированного и теперь вызывает гиганта Юсуки на бой за звание чемпиона GSF, который должен состояться 4 января в спорткомплексе Серебряный Гром. В январе я стану тем чемпионом, которого GFC заслуживает, заявил сын Америки 66 на встрече с десятками тысяч своих фанатов в Покоро Холле. Покоро Холле. Так, хорошо. У Керамики нет новых? Ну это все уже было. Ну короче, да, все. Ну а теперь погнали. 22 декабря погнали на работу. Четверг 22 декабря. Вечер добрый. Как ты себя чувствуешь? О, Джиллиан. При дерьмовище. Может не стоит тогда приходить на работу? Тебе никто не осудит, если останешься. Я обязана быть здесь. Я пожертвовала всем, что у меня в жизни было ради того, чтобы быть здесь. А я рассталась с тем, кого любила, просто чтобы наслаждаться свободой и ни от кого не зависеть. И все это ради какой-то сраной свободы. Так что я буду... Так что я буду ходить сюда до самой смерти, даже если бар закроется до тех пор, пока у меня не выпадут волосы. А до этого, судя по всему, уже недолго. Да ты же сейчас совсем развалишься на части. Глаза у тебя красные и опухшие. Да? А ты... А у тебя волосы... Волосатые. Да, так и есть. Да блядь! Какой мудозвон переставил стаканы? Это был я. Я вчера мыл посуду, помнишь? Ах, извини. Я была слишком занята тем, что смотрела, как рушится моя жизнь. Почему бы тебе не пойти домой, Джилл? Ты не в состоянии сейчас работать с людьми. Пойди отдохни немного. Моя де... Моя бывшая девушка умерла, а я не была рядом с ней в ее последние минуты жизни. И все из-за глупой ссоры. Я все эти годы жалела об этом, хотела извиниться, но так и не решилась. Все из-за того, что я захотела стать свободной ото всех и взять жизнь в свои руки. Бармен без гроша в кармане и перспектив, который отстранился от любимых людей только из-за своего эгоизма. Это все моя вина. Так что никуда я не уйду, блять. Я все бросила, чтобы оказаться здесь. И я останусь до самого конца. Это то, чего я хотела. То, из-за чего я всех бросила. Поэтому... Видишь, ты звучишь, как заезженная пластинка. Оставь ее в покое. Лучше пусть она будет с нами, чем одна у себя в квартире. Как ты себя чувствуешь, Джилл? Джилл? Как говноедский кусок говна. Я самая... Я самая низшая форма жизни из всех. А мебы смотрят на меня с отвращением. Да, блин. Потому что знают, что они куда лучше меня. Блин, я не знаю. Ну, честно говоря, я, кажется, не сильно-то... И... Я не знаю, что было в предыдущей серии. Как я отреагировал на смерть ее бывшей. Но, честно говоря, я не сильно грущу из-за того, что она себя так называет. Но она действительно такая. Серьезно. Из-за какой-то, блин, глупой ссоры. Она буквально все разрушила из-за глупых ссор. Тут, я не знаю. Тут более грубые слова можно придумать, чтобы ее назвать. Ну, хотя, конечно, и прям огромных страданий ее прям мучить тоже не надо. На стриж смотрю. Это хорошо. Где тот щенок? Работает с НАСА. В НАСА. Ты меня слышал. В любом случае, пусть Джилл даст выход своему гневу. Это вполне нормально. И здесь она находится рядом с людьми, которые переживают за нее. Это куда лучше, чем оставлять ее наедине с собой. Лудка, конечно, умная, но она всего лишь кошка. Тогда, может, Джилл останется с нами, но не будет никого обслуживать. Я что, недостаточно ясно для тебя выразилась? Мне повторить, что ли? Я бросила все не ради того, чтобы сидеть и ничего не делать. Ладно, ладно. А что, если она на клиента сорвется? А для этого здесь нужен ты, Джиллиан. Близкин. Кто? Эй, Джилл. Что? Я буду у себя в кабинете, но если тебе нужен перерыв или крепкие объятия, только скажи. Так. Да. Очень все допряжено. Блин, мне жаль Джи... Джиллиана. Мне... Мне Джиллиана жалко, блин. Он самый адекватный. Хоть он и блин, какой-то прям мутный чел, но блин, он нормальный пацан. А его все буллит. Он пытается помочь, а его буллит. I guess what invited? Что же, а где это? Где же... Хуэсай? Так, ладно, надо посмотреть, где это Хуэсай, и с него начать. Так, давай смотреть по порядку аккуратно. Хуэсай, извиняюсь. Вот. Трабл Ньюс, вот он. И вот с этого вот. Убирай. Ой, извиняюсь. Крик души. Ёма-то. Так. Блин, я не знаю, когда откроются новые треки, или они уже открылись, я просто не замечаю. Не знаю, а то одни и те же треки играют. О, ты уже поставила музыку. Что ж, это будет очень интересный. Этот день будет очень интересный. Подожди, как там можно? Зал героев сияет, как и прежде. Весь он полон. Я чую аромат така? Минуту. Это на улице. Не обращайте внимания. Только не это. Ой. Вирджилио. Блин, я только о нем. Я сразу подумал. Вот сто процентов он появится. И сейчас опять будет свои загадки загадывать. Теперь придется снова мозгами поворошить его. Значит, что же он все-таки имеет в виду. Мы снова встретились, бармен. Вирджилио, что вы будете заказывать? Сегодня лучшиеся отходы на улицах горят подобно звездному небу. И когда я думаю о звездах, я вспоминаю знаменитости. Знаменитости скользкие, как рыба. Моя любимая рыба это осьминог. Поэтому я желаю что-то подобное осьминогу. Ты не собираешься делать то, что обычно делают бармены? Что делают обычно бармены? Мне надо поднастроиться. Я что-то забыл. Надо какой-то такой пафосный, выпендрежный ему гейский голос сделать. Я жду, пока вы сделаете заказ, как нормальный человек. Я вас не понимаю. Скажите мне буквально то, что вы хотите. Как будто вы здоровый человек, а не тот, по кому дурка плачет. Как скажете? Я хочу бенгальский огонь. Бенгальский огонь. Бумнение. Бенгальский огонь для... Бумнение. Что-то жестоко к нему. Его загадки все-таки интересные. Так, ладно. Бенгальский огонь. Где он тут? Бенгальский огонь. Кстати говоря. А какого фига это осьминог? А почему бенгальский огонь связан с осьминогом? Я, конечно, понимаю, что он говорил про искрение, но... А откуда тут осьминог? Ну ладно. Так, он хочет, скорее всего, обычный... Обычный именно напиток. Так, давайте, погнали. Так, бенгальский огонь это все сделали, да? Икар матрим по вкусу. Может, добухаемого? А, ну давайте ему сразу пятерик вгрудим. Знаете, пятерик. И что там? Перемешать, выдержать. Хорошо. Бенгальский огонь. Вот, ну и что сложного было? Вам вообще приходилось говорить по буквам под таким давлением? Буквальный бармен, на вас сегодня маска злобы. Что с вами? Может, те самые дни? Нет, меня просто переполняет гнев, боль, ненависть к себе и... Хотя, если подумать, вы не так уж далеки от истины. У меня они так... Они у меня тоже бывают. Я не рассказывал. Периоды. Периоды, то бишь. У вас? У вас? Да, в прошлом месяце я наконец-то вышел из Ренессанса и пришел к своему просвещению. А... А я уже надеялась, что вы хотя бы сейчас скажете что-то серьезное. Вы утверждаете, что я не серьезен? Пытаетесь испепелить меня взглядом бессмысленно. Пытаться испепелить меня взглядом бессмысленно. Я... Я взгляда не возгораем. Ох. Но если вы позволите мне дать вам искренний совет, мне все равно как будто это мне как-то поможет. Вам не стоит так сильно корить себя. Будете продолжать и однажды истязнете. Всякая возможность себе... Всякая возможность себя простить. Ненависть к себе оставит в вас дыру, которая никогда не заживет. Поэтому будьте добры, сделайте с ней что-то, вместо того, чтобы источать гнев. Будь я проклят. Это и впрям звучало почти осмысленно. Я думала, что вы просто какой-то напыщенный шизик. Эй! У каждого напыщенного шизика есть своя история. Правда? Какая? Я предпочел бы не рассказывать. Так я и думала. Еще чего-нибудь желаете? Вы когда-нибудь видели как? Проникновение. Пожалуйста. Проникновение. Ну охуеть теперь. Так, где там проникновение? Герязный гризли, удар по печени. Я удивлен. Он реально начал заказывать что-то, ну нормально, без заказок. Без загадок, которые мучают тебя ночами. Проникновение. Вот он. Так, две штучки. Так. Вот интересно, что будет, если я его напою? Вот я не знаю, будет ли эффект? И вот интересно. Единственный способ... Единственный раз, когда нам получилось, как говорится, кое-кого довести до... Кое-каких таких... До такого состояния крайне интересного. Вот, это вот... Эту нашу крайне хорошую хакершу. С крайних... Держите. С крайне хорошей внешностью. Да, оно самое, я полагаю. Может быть он прав и мне стоит быть к себе так... Не быть к себе такой жестокой. Хоть я и заслуживаю каждую каплю этой ненависти. Если бы только я извинилась, то не чувствовала бы себя так плохо. Если бы я только... Если бы... Я... Я даже не могу вспомнить, что мне мешало это сделать на протяжении стольких лет. Эм... Бармен. Вы... Стройте странные гримасы. Гордость, страх. Что помешало мне пойти извиниться перед Лен... Перед Ленор. Да почему, черт возьми, я даже не могу вспомнить, что помешало мне все исправить? Почему я не могу найти утешение хотя бы в том чувстве, из-за которого я здесь? Отлично, теперь мне еще хуже. Потому что я не могу вспомнить, что это за чувство. С... 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 Все в порядке? Нет, но думаю, пока ее лучше не тревожить. Привет, Джилл. О, Сэй, привет. А? О, слава богу, хоть один нормальный человек. А, мамочка, это мумия. Простите, вы обоз... Обоз... Обознались, я не ваша мама. Все равно нормальнее, чем это чучело. Как твое самочувствие, Сэй? Кости все еще сломаны, но порезы неплохо так заживают. Слава богу, у меня с рубцами все хорошо. Эм, в смысле, раны не оставляют нам ни следов, если бы у меня не образовались рубцовые ткани. Мне бы пришлось не сладко. Что с вами приключилось? Упала с третьего этажа на мусор и... На мусор и щебень. Сегодня ты выглядишь получше. В прошлый раз ты была на грани эмоционального срыва. Хе-хе, да уж. А сегодня так... Так выглядишь ты, как я погляжу. Как бы поточнее описать, как в тот раз, когда я назвала тебя полным именем, только в разы хуже. Да не обращай внимания, я в плохом настроении. Я могу что-то для тебя сделать. Простите меня, если я на тебя сорвусь. Или на каком-то другом. Будешь что-нибудь заказывать. Мой язык не так учувствительный сегодня, так что давай пиво. А вы? Быстро же у вас тон меняется. Мне достаточно. Я пока ничего не буду. Сделаем пиво. Так, мужское пиво где? А не, классическое пиво. Да, удивлен. Она обычно заказывает какие-нибудь женские. Ну, хорошо. Так, так. И четыре. Так, перемешать. Пиво. Держи. Ура, посмотрим, чем же оно отличается от того, что продают в банках. Ну как? На вкус оно не такое разбавленное. Так с тобой что-то случилось? Я в порядке, ничего не случилось. Люди, которые в порядке, так себя не ведут. Ага, я поняла. У тебя эти дни... Да что ж такое? Все это... Ну хотя ладно, это нормально. О, лично я в это время становлюсь немного угрюмой. Нет, у меня не месячные. Нет? Я потеряла близкого человека, ясно? Ой. Прости. Ничего страшного. Эм... Эм... Наверное, мне правда не стоило сегодня приходить. Эм... Нет, я... Хм... Может... А-а-а... Ты в порядке? Я не знаю, что сказать. Шутить было бы некрасиво, как и сказать, что все будет в порядке, потому что это прозвучит неискренне. Я... Я не знаю, что сделать... Что делать в такой ситуации. Прости меня. Хех. Странное дело. Я чувствовал себя точно так же, когда Стелла говорила о тебе. Вот как. Что ж, дамы, я вас покидаю. Вергилио. Слушаю. Вы только что сидели рядом с Валькирией. Правда, изумительно, я напишу об этом поэму в своем блоге. Эх... Было бы стыдно, что я так плохо сегодня с ним обращалась. Если бы каждый его заказ не был гребанной глупой загадкой. Прямо как Стелла, когда она впервые пришла сюда. Как Стелла, когда впервые пришла сюда. Да, нет, в смысле... Хехи. Ты могла бы угостить его пивом и извиниться. Да, а вместо этого я продолжаю грубить люди. Знаешь что? Кажется, я его где-то уже видела. Правда? Да, вот только никак не могу его вспомнить. Просто его лицо кажется мне до... До боли знакомым. А, ладно. Наверное, он просто похож на кого-то из рекламы или вроде того. Так почему ты решила заглянуть сюда? Я хотела прийти со Стеллой. Поэтому я жду ее здесь. Почему сюда? Чтоб побыть с тобой, конечно же. Раз уж мы про нее вспомнили. Как Стелла отреагировала, когда ты объявилась? Она дала мне пощечину. Очень сильную. Больно было. Она сказала, это тебе из-за того, что заставила меня нервничать. Из-за того, что не слушаешься меня. А потом она улыбнулась. Так, извиняйся. Сделаем, как говорится, нужно сделать... Сделать принт-скринчик. Ну, уже. Давай. Ну, уже. За черт тебя подери. Все, продолжаем. Вот как. Могу узнать... Могу я узнать, кого ты потеряла? Не нагружай себя чужими... Не нагружай себя чужим горем. Просто делай вид, что у меня плохое настроение, и не думай об этом. Ну, хорошо. Ты правда хочешь это знать? Ничего не могу поделать. Я не люблю, когда другие страдают. Просто в общих чертах, и без подробностей. Кто-то, кому я нагрубила, умерла. И не успела... И я не успела извиниться. Довольно? Извини. Я понимаю, что ни с чем не могу помочь. И это меня успокаивает. Но... Эй! Я хотела сказать не то, чтобы я не хотела помочь. Просто я... Успокойся. Я поняла. Я не могу сидеть просто так, когда вижу, что другим нужна помощь. Но жизнь научила меня тому, что иногда... Ты ничего не можешь сделать. И в этом нет ничего плохого. Слава богу, что я поняла это достаточно рано. Иначе давным-давно бы сошла с ума. Ты хороший человек, сей. Не, я всего лишь приставучая простушка. Но если я могу что-то для тебя сделать, дай мне знать. У меня сломаны кости, но это не значит, что я не могу помочь в эмоциональном плане. Еще одного заказа будет вполне достаточно. Да, точно. Так мы и сделаем. Налей мне, пожалуйста, что-нибудь холодное. Хорошо. Сыть что-нибудь со льдом. Со льдом, со льдом, со льдом, со льдом. Ой. Так. Ну давай. Что-нибудь со льдом. Что ей можно со льдом? Что у нас есть со льдом? Сладкое, кислое, острое. Что у нас есть со льдом? Не, это... Не, пианистка. Перемешать, выдержать. Не, не подойдет. Это слишком новое самое. Изысканные. Проникновение. Синий бархат. Брэнди. Бон Резвизон. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Пайн драйвер. Спас. Кишок? Нет, это не надо. А это что? О, перемешать со льдом. Кстати. Ну а давай. Гоу. Конечно, это дорого, но, как говорится, деньги нужны. Давай дорогое ей дадим. Дадим ей дорогое, что ли. 4-5. Так. Еще 5. Флорендегида. Так, отлично. 5 и 4 корматорин. Готово. Перемешать со льдом. Пианист. Держи. На улице и так довольно холодно. Да, но я не люблю горячие или теплые напитки. Меня от них подтошнивает. О, согласен на все 100%. Ненавижу теплые напитки. Любые. Я лучше уж... Я между теплым чаем... Между теплым и горячим чаем я лучше ледяной выпью, который поставлю в холодос. Это куда лучше. Кстати, я сейчас именно тоже чаечек пью, так что... За ваше здоровье. Знаешь, что я люблю делать, когда мне грустно? Что? Петь и слушать, как поют другие. Ты поешь? Ну, в смысле, ты ходила на какие-то занятия или еще куда-то? Неа. На самом деле мне говорили, что у меня противный голос. Но еще мне говорили, что я хорошо играю на губной гармошке. Значит, ты играешь на гармошке? Мне нужно было делать упражнения на дыхание, а гармошка куда меньше трубы. И если много практиковаться, то можно достичь вполне неплохих результатов. Я не ожидал от тебя такого. И часто это говорят. Знаю, я не похожа на человека, который занимается музыкой. Раньше я играла на скрипке, пока мне не исполнилось 16, вроде бы. Серьезно? Ты все еще умеешь играть? Скрипка осталась дома у моей мамы, так что у меня ее сейчас нет. Но, скорее всего, я что-то досыграла бы. Это одна из тех вещей, которые сложно забыть. Почему ты бросила? Не знаю. Просто вот как-то раз и захотелось. Без какой-либо серьезной причины. Прямо как я и кулинария. Ну и еще то, что я чуть не сожгала свой дом. Эм. Когда Стелла-то подойдет? Кстати, да. Что-то она опаздывает. Пойду-ка позвоню ей. Давай, а я пойду покурю. Если что-то понадобится, обращайся к Жилу. Хорошо. А, вот он и перерывчик. Делаем сохранку. Делаем сохранение. Перерыв. Ну что ж. А продолжим мы уже в следующей серии. Неплохо так. Быстрейко ворвались. Пока что, надо будет вообще вспоминать сюжет. Хотя, честно говоря, но тут он довольно простенький. И еще, да, скажу так, именно. Если что, я именно использую, кстати говоря, в прохождениях, я использую специальный чек-лист секретных персонажей и напитков. Так что, я туда поглядываю. Я смотрю только на них, именно в какие дни они появляются. Так что, благодаря этому, у нас есть, например, Верджилио. И именно благодаря этому чек-листу я его вызвал. Просто потому, что хотелось добавить разнообразие. А то оригинальных персонажей все видели уже давно. Ну а вот прохождение, где будут прям вообще все возможные секретные персонажи, которых я смогу им найти, будет, думаю, поинтереснее. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Предлагайте игры для прохождения. Обсуждайте. Буду рад с вами поболтать. Не забывайте заглядывать в описание и подписываться на Рутуб. Используйте ссылочку и заглядывайте на Рутуб. Это будет такая запасная площадка, если что-то с Ютубом случится. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Так вы и о новых видео узнавать будете. И пополните нашу не такую уж и маленькую, но все еще крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин